Добрый день, уважаемые пользователи программных продуктов 1С. Меня зовут Медницкая Наталья, я являюсь специалистом компании Кудерлайн и сегодня мы с вами рассмотрим как в 1С бухгалтерии 8 сформировать заявление о предоставлении рассрочки либо отсрочки по налоговым платежам в связи с распространением коронавируса. В целях реализации мер по обеспечению устойчивого развития экономики в условиях распространения коронавируса правительство РФ постановлением от 2 апреля 2020 года номер 409 утвердило правила в соответствии с которыми можно получить рассрочку либо отсрочку по уплате налогов и страховых взносов, включая взносы на травматизм. Отсрочку, рассрочку по заявлению могут получить организации и индивидуальные предприниматели, работающие в наиболее пострадавших от коронавируса отраслях по коду основного вида деятельности, стратегические системообразующие организации, а также арендаторы, предоставившие отсрочку по арендной плате за торговые объекты недвижимости. Сформировать и распечатать заявление на получение отсрочки рассрочки по налоговым платежам можно в программе 1С Бухгалтерия 8, начиная с релиза 3.077.78. Заявление предоставляется в ИФНС в бумажном виде. Форма заявления рекомендована Федеральной налоговой службой Российской Федерации. Предлагаю с вами рассмотреть, как такое заявление сформировать в 1С Бухгалтерии 8, редакция 3.0. Для этого нам необходимо с вами зайти в раздел отчеты. В разделе 1С отчетность есть уведомления, сообщения и заявления. Необходимо выбрать нужную нам организацию, если вы ведете несколько организаций, как у меня здесь на демо примере, по которой нам необходимо оформить заявление. Нажимаем кнопку «Создать». В разделе «Взаиморасчеты с налоговой инспекцией» нам необходимо заявление о предоставлении рассрочки по налоговым платежам. Выбираем ее. Ждем несколько мгновений. Вот у нас, соответственно, данное заявление открылось. Необходимо установить флаг, кто к чему относится наша с вами организация. Допустим, по АКВЭДу. Далее необходимо выбрать отсрочку, мы просим, или рассрочку. И заполнить ту строку, которая попадает под ваши требования. Допустим, мы просим отсрочку на 5 месяцев. Соответственно, нам надо выбрать раздел «Отсрочка» не более 6 месяцев и здесь написать 5 месяцев. Написали. Далее нам необходимо перейти на «Сведения о сроках». Мы можем перейти с главного листа «Сведения о сроках». Либо здесь. В разделе «Налог» нам нужно выбрать тот налог, который у нас есть. У меня в примере упрощенной системы налоговложения. В разделе «КБК» выбрать нужно налог за май. Почему здесь необходимо «КБК»? Он сразу подставляет. В поле «Срок уплаты плановый» выбираем срок уплаты налога страховых взносов по Налоговому кодексу Российской Федерации. Два раза нажимаем. Здесь, соответственно, есть. Здесь необходимо выбрать 25 апреля 2020 года. Указываем сумму исчисленного налога по данным, предоставленной в ФНС декларации расчета. Без подачи декларации расчета налоговый орган не сможет проверить указанные в заявлении данные и вынести решение об отсрочке либо рассрочке. По нашим данным, у нас 11900 рублей. И нам необходимо с вами прописать новый срок уплаты. Здесь мы прописали 25.08.2020. При необходимости можно добавить дополнительные строки. Также, если отсрочка, рассрочка требуется по нескольким налогам страховым взносом, добавляем новые страницы по одноименной строке. Далее выбираем обязательства. Переходим в обязательства. Проставляем дату заполнения. Кнопку записать и закрыть. Пока мы запишем. По кнопке показать бланк на экран будут выведены печатные формы заявления и обязательства. Распечатываем их по... Соответственно, видите, у нас выбрано заявление и обязательства. Их также можно сохранить в файл, либо по кнопке печать распечатать. И, соответственно, предоставить в ИФНС Российской Федерации. И ждать положительного, либо отрицательного решения и пробовать просить отсрочку по данным страховым взносам. У меня на этом все. Всем хорошего дня. Если у вас будут возникать вопросы, можете оставлять нам в файл. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова А.Кулакова